Вечер 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 Лиля Я Вами не доволен Почему до сих пор не закрыт контракт с энергетиками Андрей Николаевич, основные позиции закрыты, остались только мелкие детали А меня не интересует передача сводок с поля боя. Мне нужен результат. Ну, они в очередной раз завернули верстку. Леша, что там? Шеф, да они сами не знают, чего хотят. Ну, а вы что? Предложите им, чего они хотят, и докажите, что они хотят именно то, что вы предлагаете. Мне вас учить, что ли? Значит, даю на подписание контракта три дня. Понятно. Запиши. А у тебя что? У меня все по графику. Все в порядке, как всегда. Рада слышать, что хоть у кого-то нет проблем. Анна Альбертовна, мне, как знаете, приятно слышать. Потому что к бухгалтерии и к финансовому отделу это совершенно не относится. Потому что у вас проблем выше крыши. Вы уверены? По-моему, в моем хозяйстве проблем нет. У нас падение прибыли контрактов за последние три месяца катастрофическое. Это при полном вашем равнодушии. Если вы не видите проблем, я их вижу. Этот бардак нужно ликвидировать. Идите, работайте. Анна Альбертовна, я прошу вас задержаться. Давай вечером поедем, поужинаем, а потом к тебе или ко мне. Это после всего того, что ты мне тут устроил, да? Практически вытер об меня ноги. Я как ломовая кляча. Пошу, тяну на себя весь этот воз, а ты мне обвиняешь, что я плохо работаю. Слушай, может быть, если у тебя нет претензий только к Диденко, может быть, ты проведешь вечер с ним сегодня? Может быть, даже переспишься, ему вдруг понравится, а? Ань. А я пойду устранять недостатки. Ань, ну ты не права. Что? Опять поцапались? Да и слово сказать нельзя. Сразу в истерику. И вообще берегов не видит. Ну что я такого сделал? Ну просто сделал замечание по работе. А она целую обструкцию устроила. Уже два года, два года. Вот где она у меня. Ну, положим, что и нужно, понятно. А вот зачем тебе это надо? Я всегда говорю, где работаешь, не живи. Где живешь, не работай. Конфликтов не будет. И бабу тебе нужно попроще. Без закидонов этих, карьерных амбиций. Или не можешь? Миха, да я все могу, пойми. Да у меня... Да если я свистну, любая прибежит. Да первая встречная. Да спорим? Вон, хоть это. Куда она прет? Тормози! Постаруйся! Андрюха, походу мы человека сбили. Не мы, а ты. Давай, что сидишь? Вылезай, пока менты не приехали. Жива, Петрович, вроде жива. Давай-ка я в машину. Так, аккуратнее. Поехали, поехали, быстрей. Ну, как она? Все, давай поехали, пока не поздно. Куда? В больницу. В морг пока рановато. Ага. Кто вы такие? Выпустите меня. Дверь откройте, я сказала. Дядечки, выпустите меня. Я никому ничего не скажу, честное слово. Ну, слава богу, раз орет, значит жива. Ну, уже хорошо. Ну, руки-ноги целы. Вроде да. Дверь откройте. Давай. Говори адрес, мы отвезем тебя домой и все. Не отвезете, я не местная. Не местная. А что тогда под машиной бросаешься, шатаешься ночью? На вокзал что-то шла? Так вокзал в другой стороне. Никуда я не шла, я просто так ходила. Я выступать приехала третий раз, я опять провалилась. Из общежития выкинули. А подготовительные только через месяц. Езжай домой. Не могу. Засмеют. И денег на билет на обратный тоже нету. А тете Дусь, я что скажу? Она на меня все последние деньги потратила. Ну, и что делать-то собираешься? Выпустите меня. Давай, хватит завывать, раз уж это наш косяк. Надо помочь. Да, Петрович? Да, Петрович? Угу. А подготовительные? Так, это вопрос все-таки решаемый. Петрович, давай так, забрось меня домой, а она пусть переночует в офисе. А завтра посмотрим, чем помочь сможем. Звать тебя как? Ксения. Ой, откуда ты такая ревана, меня свалилась? Откуда? Из золотонож. Значит, золотонож, понятно. Давай так и поступим. Переночуешь у нас в офисе, душ там есть, а потом шмотки купим тебе, новые Ксюше и золотоножа. А он кто, бизнесмен? Владелица, управляющая креативным агентством Грант. Слышала? Ну, а как не слышать? Да ваша креатива тут на каждом столбе висит. Ну, тогда должна знать, что такой человек плохого не сделает. Ну, не знаю, все равно как-то боязнь. Слушай, я тебя уговаривать не буду. Не хочешь, черт с тобой? Можешь валить. Да нет, нет, я же не против. Мне все равно идти некуда. А что дальше делать? Ну, нам в офис уборщица нужна. Будешь у нас работать? До подготовительных-то месяцев еще, да? Ну вот. Да не дергайся ты, нормально все будет. Потом еще спасибо скажешь. Ну ладно. Поехали. Всем привет. Читал твой отсчет. Безупречно. Леш. Леш, кстати, хороший проект. А это, Лиль, ты просто великолепно выглядишь. Я у себя. Андрей Николаевич. О. Помните, мы вон ту комнату хотели под склад забрать? Ну да. И в чем проблема-то? Здрасте. Еще раз. А Петрович туда какую-то девицу поселил. Петрович, какую еще девицу? Потом объясню. Здрасте. Подожди, это Золотоноша? Ты туда ее пристроил? Ну, это и есть эта девица. Ну, у Креативщика был свободный кабинет, я ее туда и поселил. И вообще нам нужна новая уборщица в офисе. А старого куда? У ее дочки ребенок родился. И она теперь будет работать с бабушкой. А провинциалка эта, она не балована. Ну, денег ей предложим. Поможем подготовителям. Побудет здесь неделю по-другому. А там посмотрим. Главное, чтобы она ментовкой не стучала. А то у нас будут проблемы. Все правильно. Давай, действуй, Петрович. Хорошо. Так. Андрей, пойдем. Сговорились. Виктор Сергеевич, вы нам комнату обещали? Обещали. А на деле что вышло? Где нам материалы хранить, эскизы? Нам бы типографию ставить нужно. И место для сервера тоже нужно. Виктор Сергеевич, ну вы же обещали поговорить с шефом. Нам эта комната нужна позарез. Согласен. Петрович передал приказ Андрея Николаевича заселить сюда уборщицу. И что, мне уборщица здесь нужна? Нужна ей гораздо больше, чем всякий мусор на складе. Извините, пожалуйста, как-то раньше мы обходились без проживания. Уборщица в офисе может быть и дальше попробуем? И сервер это вам не какой-то мусор, это наш поилец и кормилец. Ничего, подстоит твой сервер на прежнем месте. И материалы там же полежат. Ну вот, видишь, схватывает все на лету. Петрович, слушай, ты что, издеваешься? Ну чужой человек посторонний будет жить тут в офисе. Это нормально по-твоему? Лили, ну что ты на меня наезжаешь? Я это что, сам выдумал? Была дана команда. А я вот с Лилей согласен. Все-таки чужие глаза, чужие уши, посторонние в нашем заведении. Но был приказ Андрея Николаевича. Если интересно мое мнение, я категорически против. Я тоже против. Ребят, да не вопрос. Вот давайте вы сейчас вместе соберетесь и пойдете к шефу. И объявите ему, что он не прав. Ну? Ну вот. Так что во всем можно найти компромисс. И в конце концов, эта девочка занимает не так много места. Можно разместиться и ей, и складу, и твой сервер поместится. Однако, рабочее время уже наступило, а мы еще ни в одном глазу. Ну и что случилось? Почему не на рабочем месте? Видимо, любим подолгу поспать. Ничего. Отучим. Это у нас быстро получается. В общем так. Обеспечить новую уборщицу всем необходимым инвентарем и определить объем работы. Только дайте ей минут десять привести себя в порядок. А то весь офис распугает. Все, идите. Вообще-то я еще не ваш сотрудник. Заявление не подавала, не нравится, я могу уйти. Да нравишься, нравишься. И подготовительное у тебя только через месяц. И домой ехать неохота. А шеф вчера сказал, что этот вопрос решает. Так? Ну, тогда через полчаса жду тебя на работе. Вместе с написанием заявления. Добро пожаловать в коллектив. Спасибо. Отдевайся. И что ты имеешь в виду? Я про вчерашнюю выволочку, которую ты мне тут устроила. Что опять я сделал не так? Ну, я сделал тебе замечание. Аня, в конце концов, ты на работе. Я о другом. Ты вчера меня обвинил в том, в чем ты сам виноват. Это ведь с твоей подачей мы ввязались в ценовую войну с главным конкурентом. И что в итоге? Теперь обе компании в предпанкротном состоянии. Нежели ты не понимаешь, что без этого контракта, госзаказа, нам просто не выставить? От того, кто получит этот госзаказ, зависит, кто уцелеет. Мы или Подайницын. Я не понимаю, мы что, первый день воюем? Это временные трудности. Ситуация гораздо серьезнее, чем ты себе это представляешь. Ситуация практически на грани. Поскольку все так серьезно, я считаю, что нам жизненно важно заплатить. И сделать это нужно как можно скорее. А я должен заплатить? Да. Ты что, вчера родился? Дать взятку? Послушай, я все продумала. У меня прекрасные отношения с Вишняковым. Это крупный чиновник из министерства. Поговори с ним, он подскажет. Сведет тебя с нужными людьми. Я платить никому не буду. Это не обсуждается. Я взяток не беру, не даю. Это дело принципа, и ты это знаешь. Все, иди и найди другой выход. Ну и дурак. Не заплатишь ты, заплатят Подайницын. Ты без штанов останешься со своими принципами. Посмотрим, кто останется дураком. Иди работай. Смотри, пожалеешь. Аня. Проси ее дополнить. Вот в этом. Здрасте. Катерий Сергеевич, а тут как бы с заказчиками что-то случилось? Кто это? Здравствуйте. Здравствуйте. Состанова оборщица Ксения. Ей надо показать помещение и проинструктировать. Отведите ее в Креатин. А там Леша, пусть он займет. Я пока. Ну да. Извините. О! Газ до отказа! Предлагаю новые системы газгольдеров. А это что за фокус-группа? Или вся целевая аудитория по модной одежде? Тихо, тунеядцы. У нас новая уборщица. Это... Тебя, кстати, как звать, девица? Ксения. Знакомьтесь. Это Гера. Это Вадик. Хронические трудоголики, но патологические тунеядцы. Так. О! Тот, который в углу слепо-глухонемой, это Тоха. Ну и ну. И как же вы так умудрились все загадить? А тут кроме нас людей не бывает. Понимаешь? Клиентов сюда не пускают все равно. Начальство, ну, наша уважаемая Лиля на нас рукой махнула. Ей главное результат. Шеф сюда вообще никогда не заходит. Так что здесь свободная зона свободных людей. Так, знаете что? Свободная зона. Идите-ка вы часок погулять, я здесь все приберу. Ес-сэ! Так, все слышали. А, только, ребят, чтобы через час все были на своих местах. Так, а может я помогу? И вот это с собой заберите. Это после всего того, что ты мне тут устроил, да? Тебе что-то не устраивает? Да, это в первую очередь твое отношение к мне. Послушай, у тебя не кукла, у меня очередная девка. Так что будь добр, пожалуйста. Мне кажется, или ты действительно стоишь мне в условиях? Ты же знаешь, я этого не люблю. Ты не совсем правильно меня понял сейчас. Это что еще такое? Ты как смеешь подслушивать? Ну-ка вон отсюда! Убирайся! Ты уволена! Анна Альбертовна, а она-то здесь при чем? Золотонож, ты работай, а то уволят. Ну, хватит дуться, ну. Ситуация сложная, все на нервах. Ну, давай через пару недель куда-нибудь съездим, отдохнем. Ну, придумаем что-нибудь интересное. Ладно? Андрюш, я тебя все равно не отстану, потому что надо заплатить, надо, понимаешь? Я же сказал, я платить ничего не буду и хватит на эту тему. Как говорится, хозяин барин. Вот именно. Я на минуточку. Ты не заметил одну закономерность в последнее время? Стоит нам начать переговоры с клиентом, как подойницы, мы уже в курсе предполагаемый суммы, контракты и предлагаем цену ниже. От этого мы делаем цену ниже и терпим улыбки. Так ведь война. Я не об этом. У нас утечка. И она обладает полной информацией обо всем. Ты об этом не думал? Я, упаси бог, ее ни в чем не обвиняют. Но сам понимаешь, факты имеешься прямо. Да какие факты? Леля знает не меньше. И Леха, и, кстати, Диденко. Мне что, подозревать всех? Это же чистая паранойя. Ну, как знаешь. Мое дело предупредить, а выводы делай сам. Что-то я устала. Может, поедем уже к тебе? Да, тетя Дусь, здравствуй. Да, да, я поступила, все хорошо. Да, и общагу дали. Конечно, буду звонить. Да. Давай, целую, пока. Ксюнечка, чего грустим? А мне тетя моя звонила. А я ей опять наврала, что в институт поступила. Не знаю, что теперь делать. Поступать? Что же еще? Легко сказать. Там отделение только платное. Где я деньги такие возьму? Заработать? А если меня не примут? Ну, надо добиться, чтобы взяли. Если хочешь чего-то добиться в жизни, девочка моя, надо меньше спать и больше работать. Свет, погаси. Что ты сказал? Приехали, говорю. А. Большое спасибо. Пойдем? Пойдем. Ань, подожди. Всем привет. Здравствуйте, Андрей Николаевич. Контракт с энергетиками заключили? Конечно, заключили. Обижаете? Молодцом. Оперативка через десять минут. Хорошо. Золотоноша, как дела? Отлично. А можно спросить? Попозже. Анна, Альбертовна, зайдите ко мне, пожалуйста. Здрасте. Здрасте. Почему без халата, почему без спецодежды быстро, быстро одеть? Слушенька. Привет, дорогая, скажи, пожалуйста, что ты у нас с Вадимом делаешь? Что такое? Вадим, со мной я тебе покажу. Сейчас, только халат одем. Какой ход? Как теперь работать? Да вообще за стол садиться противно. А мне нравится. Клево. Ну что? А ну за работу, тунеядцы. А ты ничего. Молодец. Сработаемся. Верно? Идем. Забеседуем. Ты куда поступала? На журфак. Так ты пишешь? Ну, писала в школе заметки для стенгазеты. И для нашей городской газеты тоже потом писала. Даже как-то публиковали. Здорово. Время покажет, на что ты щас способна. Молодец. Вот, вы же на цепь подходитесь. Ну? Давно пора. Слушай, говорят, там ты эти обгивы конюшни в креативном разгребла, да? Молодец. Молодец. Так давай поговорим. Хочу спросить. Ты чем, ну, по жизни собираешься заниматься? Ну, не всю же жизнь уборщицей быть? Я на журфак хочу поступить. А-а-а. Стать журналистом или писателем. Ну, а родители твои где? Ну, не хочешь, не говори. Ну, не куксись. Давай, рассказывай, зачем пришла. Я же вижу, что не просто так. Так, я хотела спросить у вас по поводу Андрея Николаевича. Влюбилась? С чего вы взяли? Он просто обещал мне с подготовительными помочь. Ну, и в конце концов, должна же я знать, кто у меня шеф. Ну, насчет твоих курсов, это тебе нужно к нему, я не знаю, что он имел в виду. Ну, а потом все узнаешь сама. Ксюша. Привет. Привет. Вот, держи компьютер. Я специально с него пароль снял, ну, чтобы ты могла посидеть вечером в интернете. Тебе же наверняка скучно здесь вечером одной. Очень. А вообще, знаешь, мы могли бы сходить куда-нибудь сегодня вечером, потусить. Ты знаешь, я боюсь, что не получится. Но я с удовольствием. Просто мне из офиса выходить нельзя. Живу же здесь нелегально. А за интернет спасибо большое. То я здесь вечерами совсем зверею уже. Прям так. Ты как, сечешь в железе? Может, мне остаться вечером после работы, ну, помочь тебе разобраться? Ну, сама понимаешь. Я сама сказала, чуть не зверела. А вообще, знаешь, я парень свободный, да еще собственной квартирой. Этим пользоваться надо. Ты знаешь, боюсь, что такому букету достоинств я не соответствую. Да нет, наоборот, соответствуешь. Да ладно, чего ты. Ну, я же по-дружески. Хорошо. Начинаю, что проехали. Ну, отлично. Скажи, а шеф женат? Шеф? Угу. Шеф женат на своей работе. А так с женой недавно развелись. Вообще, у него Анна Фавори. Анна? Угу. Его любовница? Да. А так сразу не подумаешь. Да, ну, все в офисе об этом знают, но стараюсь задержать язык с зубами. Шеф-человек жесткий за подобные пересуды может уволить два счета. Так что лучше не лезть на свое дело, а то вылетишь отсюда. Ясно. Ну что, давай я тебе покажу пару приемов о владении интернет-сорфингом. Ну, давай. Шеф женился на секретарши. На секретарши, а не на уборщице. МРОДИОМЕЦИИИ АПЛОДИОМЕНТЫ ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Так, Лиля, молодец. Выглядишь просто отпад. Так, Лёшка, подстригись. Легко, но завтра. Лиля клиентов созывает, а ты не подготовился. Значит так, минутка внимания. Сегодня корпоратив по случаю дня рождения компании. Можно выглядеть неформально, но не по-уличному. Анна Альбертовна, вы выглядите просто великолепно. Зайдите ко мне. Да, оперативки сегодня не будет. Сюша, ты на корпоратив пойдёшь? Там обычно прикольно. Не, ну не хочу. Да и работы много. Ты вот глупости не говори, то должна обязательно пойти. Ну, так сказать, вливаться в коллектив. Ну, я подумаю, но мне всё равно идти не в чем. А вот как раз с этим проблем нету. Пойдём поможем. Лиля. Пойдём. Лиля. Короче, Лиля, нужна твоя помощь. А корпоратив, это же важно. Ну, новый коллектив, нужно соответствовать. А у Ксюши совсем ничего надеть. Она попала под дождь. В общем, всё плохо. Поможешь? Ну, примерно у нас с тобой одной комплекции. Я, правда, немножко выше, но... Ну, ладно, ничего страшного, что-нибудь найдём. Наверное, же ещё и косметика, украшения тоже нужно, да? Так, давайте так сделаем. Поедем ко мне через часок и там на месте всё решим. Хорошо? Спасибо тебе. Хорошо. Спасибо. Да, видно, что пока ещё. Так, за нас, да? За наш коллектив. Маленькое чёрное платье. Да, особенно, когда оно на такой фигурке. Ксюш, ты классная. За тебя. А у меня... А у меня... А у меня... Чё ты? У меня просто подружески. А у меня сегодня... А у меня сегодня... А у меня сегодня... А у меня сегодня... А у меня... Ну, что? А у меня пламясь. Да он сейчас с ней ничего не получится. Вот увидишь, всё будет. Обьёмся? Ну, что, в нашем 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 споре не гопота, ей-богу. Значит, сам ты гопота. Мы же просто так... Шутку. Ну, что ли, от могил? Могил. Ну, давай, на три кукаряку в нашем козле. Да, 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 да. Ну, что? Смотрите, мастер-класс от настоящего секс-булла. Ну, ну, ну... Так, давай быстренько набирай, пока он ещё не подошёл. Давай, сейчас... Как дела? Хорошо. Слюша, а пойдём поздравим Андрея Николаевича с праздником? Андрей Николаевич. Здравствуйте. Мы с Алексеем хотели вас поздравить с днём рождения фирмы и пожелать процветания. Спасибо. Спасибо. Да, Золотанович. Выглядишь изумительно. Спасибо. А вы хотите что-то ещё сказать? Да. А можно вас на танец пригласить? Почему бы нет? Нет границу безмерности, нет прекрасней верности. Под мелодию нежности любовь воскреснет. Ведь пою я эту песню только для тебя. Ловим кновенья, ты улетишь так высоко, станет на сердце легко. А порой вечерней не засыпай, душа моя, если ты мечтаешь летать. Друзья, я прошу минутку внимания. У меня назрел тост. Так я предлагаю выпить за нашего прекрасного руководителя, нашего бессменного Андрея Николаевича Воронцова. Потому что именно он стоял у истоков создания этой компании. И именно благодаря ему наша компания так успешно работает на протяжении уже целых трёх лет. Андрюшенька, за тебя. Спасибо. Браво. Браво. Ковчанка. Да, всё. Спасибо. Браво, удержать. Ловы, ну, действительно, пожалуйста. Девушки, придите за ваш столик. Костаня, я смотрю, мотосик уже разошлалась. Конечно, конечно. Звучит камня. Да, да. Ксюша, пойдем, я тебе кое-что покажу. Все лучшие люди собрались сегодня. Сюрпризик. Главное, что мы все здесь. За нас. Леш, ты чего? Ну, ты что, с ума сошел? Прекрати немедленно. А ты попробуй управить. Может, все-таки поедем на Мальдивы? На Мальдивы? А, как скажешь. Ну, что, состоялся наш мастер-класс от секс-булы, а? Тема первого занятия, как я приучу. Красавец. Мачо. Дурацкий, батя, на шутке у тебя дурацкий. Ну, хорош прикалываться. Ну, во Вьетнаме тоже вполне экзотично. Можно провести время. Что-то я устал. Куда мы поедем? Все, пойдем. Все, пойдем. Все. Что значит все? А убирать с собой вас мама не учила? Сама уберешь. Ты же уборщица. А ну-ка, собрал свои причиндалы и выбрал за собой. Эту смену не закрою. Раскричались, раскричались. Подумаешь. Делов-то. Так вот и делай. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Леш. Да не за что. Таких охламонов нужно на место ставить. А ты чего так нравишь? Ксюш, ты извини меня за вчерашнее. Я перебрал личного. Да и еще ребята разодорили. Ты не злись на меня, хорошо? Хорошо бывает. Послушай, давай договоримся. Между нами никогда ничего не будет. Запомнили, хорошо? Хорошо, но я всегда помог тебя за счет. Спасибо. Ксения. Со мной пойдемте. Пойдемте. Вот. Надо быстро прибраться, пока шеф не приехал. Поняла. Особо никуда не лезь. Протрешь пыль, пропылесосишь полы. Начинай. Ольге передай, что я сегодня вечером задержусь. Пусть ее Петрович отвезет, а потом приедет за мной. Андрей, пожалуйста, ну не тяни. Если мы опоздаем, то потом уже не догоним. Пообещай мне, что ты сегодня же позвонишь в Вишнюкову. Да. Все. Я пошла. Иди. Как же все достало ты меня. Все. Виктор Сергеевич, а вы не могли бы мне стремянку принести? А то мне картину неудобно там протирать сверху. Стремянку нельзя. Можешь повредить картины. Не надо вообще ничего выдумывать. Сергеевич? Виктор Сергеевич, там вас охрана требует. Хорошо. Хорошо. Сергей. Да, Алексей. Принесите мне, пожалуйста, стремянку в кабинет директора. Да. Лишь, ну хорош, это я. Да, давай, жду. Куда? Да. Куда? Стремянка тебе зачем? Мне сказали картину протирать, а я не достаю. Ты справишься? Справюсь. Пылесос подай. Пылесос подай. Давай лучше подстрахую, а то навернешься. Пылесос подай. И кнопочку, пожалуйста, нажми. Ну вот, теперь совсем другое дело. А то взяли моду. Пыль мне тёлку протирать. Мне ведь завтра ту же самую работу делать придётся. ещё чуть-чуть и всё. Ой. Ого. Лёш, а что это? Мне сильно попадёт, да? Никому не попадёт, потому что мы никому ничего не скажем. Да. Ты давай заканчивай здесь. И никому ни слова, что я здесь был. Хорошо? Хорошо. А стремянку зачем? Ну, ещё не вернёшься без меня? Чего замерла? Ты картины не трогала? А, да нет же, видите, так и не достала. Это ему ректор. Вот эта рубинка. А вот эта заболевания. Приватчу. Этбинка. Надо её consolidить! Далее ясеркале к sermon. Этбинка. Последний. П Carrypool с tallинным MiG1нам. Рядом с мperoVEN. Л cog metall 뉴� 80 г Grill. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Слышка, а? Ну, я тебе устрою. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Алеша, что? Алеша, все-таки, что это за штука такая? Как она там оказалась? Это твое, да? Это веб-канера. Ну, ее кто-то специально установил в кабинет шефа. А тут вообще не пачку. И что это значит? Значит, что в кабинет шефа в однажды, в офисе появилась крыса. Что значит крыса? Ну, я это образно. Это значит, что в компании появился предатель. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ксения, в кабинет зайдите ко мне. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Поживеть можно? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА